Здравствуйте, с вами СТС Драйв. BMW 5 серии. В начале века на них ездили преимущества бизнесмены. Сейчас в основном юноши. Именно такой у нас в гостях. Завод Иван Андрей. Привет. Попробуем мы сегодня поменьше болтовни, побольше движухи. Поехали. Есть такое мнение, не до конца верное, что если на автомобиле ездил немец, то это гарантия успеха. Первый покупатель, может, был и немец, но немцам также хочется погонять, также попалить резину, как и всем остальным. Дали мигранты, которых вдобавок забывают о элементарном обслуживании. В общем, разница лишь в качестве топлива и дорог, но не водителей. Но в нашем городе мы нашли автомобиль в хорошем состоянии и владельцы, которые хоть и любят погонять, но очень трепетно относятся к своему автомобилю. Это уже не первый двигатель, который мы видим в М54 с двойным Ванос. Пожалуй, самый популярный из всех двигателей, который ставят на эти машины. Правда ли литр масла на тысячу километров? Немного меньше. Немного меньше? У тебя меньше? Да. Сколько? Если валивать, грамм 700 на тысячу будет. Ну, это еще неплохо. Тем более, я вообще знаю, что ты спокойно на ней не ездишь. Ну да. То есть, 700 граммов на тысячу. Ну, хороший результат. Выкидывал катализатор? Да, катализатора здесь нет. Катализатора нет. А так, ты ездишь полгода на машине? Да. С лета ездим. Вот с лета ты ездишь, что по двигателю? По двигателю недостатков нет. Единственная болезнь данных моторов, то, что шестой цилиндр, у него слабое охлаждение. Ну, это у всех моторов от М50 до М54. Это вечная проблема. То есть, следить за уровнем антифриза надо в любом случае постоянно. Не допускать его недостачек. А так, по мотору, все, идеальный мотор, довольно-таки популярный. И на него жалоб я не имею. Не будем про расходы топлива, но если кому интересно, то сейчас мы доехали до сюда 22 литра. Мы чуть-чуть погазовали, но не на максимум. А так, может, есть и 25. Многие владельцы Е39 покупают его на последние деньги и сами ездят на вечном подсосе. Что чревато, насос сгорит, новый стоит, как два полных бака 95-го бензина. Плюс работа. Следите, чтобы в баке было не меньше, чем 5 литров. А если малейшие неполадки почувствовали по ходовке, ремонтируйте. Тут же занимайте, но ремонтируйте. Малейшие неполадки утачат за собой ват и все остальные элементы подвески и поднимут стоимость ремонта в разы. Вообще, слово СТО и фраза «занять денег» будут наникать в вашем лексиконе чаще. Класс. Класс. Продолжение следует... Субтитры создал DimaTorzok Что вложил по полгода? Не бывает такого, что ничего Говори правду Да, вложения были В принципе, не очень большие Также стандартно Стойки стабилизаторов, тулки стабилизаторов Рулевые наконечники В общем, если все это не перечислять Так долго, около 80 тысяч Пока она не обошлась Это обычная цена для покупки такой машины Вообще, часто бывает такое Что первый год это 100 тысяч Второй год 80 тысяч И далее 50 или 30 как повезет В любом случае, понимает человек, что если он покупает Такую машину, ему в любом случае Придется вложить в нее денег Вложить немало денег Также я приобрел этот автомобиль Вложения были сразу же после покупки Просто сразу же Пускай не грандиозные, но они были Также готовится Вот к сезону хочу уже поставить другие стойки Другие тормозные диски Соответственно, колодки Вот все, что по салону касается Ни панель, никаких скрипов Все сидения очень удобные Кожа, ну, видно, что как бы на ней сидели люди Но она не затертая, как обычно бывает Машина 2002 года Все хорошо Единственное, вот руль Вот верхняя часть на руле Она так не особенно Еще в таком месте в нужном Не особенно приятно затеркнуть Ну, видимо, какой-то чувак Вот только вот так и ездил С шершавыми руками с вами Я вижу, что здесь большая знаменитая Здесь панель клиповс-контроля Сейчас такие уже большие не делают И вот это мультимедиа Это родная мультимедиа Шрифт похож на Моторолу Никогда не бликует, не отсвечивает Ну, разумеется, все на немецком Но все понятно Мало того, что мне нравится Это классическая мультимедиа Здесь есть пару таких особенностей Первое, это то, что ее можно использовать И слушать музыку реально с кассеты С настоящей кассетой Но, к сожалению, кассету мы не нашли Я не представляю Я даже дома посмотрел Видеокассет еще много Аудиокассет нет Автомобиль все-таки бизнес-класса И когда он появился в начале века Именно эта модель То бывало такое, что ездили Сзади его владельцы Сейчас, конечно, такого не бывает Сейчас, в основном, молодые ребята Так же пострижены, как Андрей Такие же по возрасту Они сзади никогда не ездят Ездят сами спереди Сами зарабатывают на обслуживании Но мне сзади осталось И остались хорошие качественные сидения Давайте посмотрим Удобно Все хорошо Здесь хорошая кожа, хорошее сидение Какой-то приятный вид Багажник Он по объему большой Но здесь очень маленький подход к нему И узкая, длинная здесь ниша Мы здесь ничего не выбирали Наша сумка, остальное все Андрей И это неспроста, конечно Лежат здесь бутылочки с маслом Вот уже три штуки Он сказал, что у него уходят В год четыре таких бутылочки Где-то получается на пять тысяч рублей Ну ладно По этому же, собственно, и поговорили Вот он багажник Места не особенно много Но и немало Тем более, что Ну я не знаю Здесь реально Машина бандитская Реально для перевозки трупов Потому что она какая-то продолговато Это как катафал Как гроб Ладно Мы не для этого сюда пришли У нас чейнджер Здесь чейнджер Вот он Здесь же для навигации Диск Составляется И также диски для музыки Их здесь шесть штучек Шесть дисков Набиваете и поехали Вот тут такая система Раньше, да, набил в дорогу шесть дисков И там Я желаю тебе, брат, долгих лет Будь здоров и будь богат на земле Ну вот такая вот примерно была Романтика А сейчас уже не то Но в любом случае Это официально приходится так делать Потому что флешку вставить некуда Спасибо Андрею, креативному фанату BMW За то, что показал нам свой автомобиль Покатал нас Ему удачи, меньше поломок Пока Поехали, поехали, Андрей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...